Привет, студент! Ты смотришь самые молодежные новости. С тобой Ксюша Цзен и сегодня в выпуске. В эти дни в России вспоминают жертв теракта в Беслане. В 2004 году террористы захватили школу номер один и в обгоревшем спортзале три дня удерживали заложников. Памятные митинги проходят по всей стране, ведь трагедия 12-летней давности никого не оставляет равнодушным. В Казани память жертв почтили акции «Помним Беслан», организованные Казанским федеральным университетом. Акция «Помним Беслан», инициированная Северо-Осетинским государственным университетом, прошла 3 сентября во многих вузах России. Один из самых жестоких терактов в истории страны – трагедия, которую нельзя забыть. В Казани памятное мероприятие прошло при поддержке Координационного совета общественных студенческих организаций и объединений Казанского федерального университета. У стен Института филологии и межкультурной коммуникации собрались 1128 студентов КФУ. Именно столько заложников находились в плену у террористов 12 лет назад в Бесланской школе номер один. Мы очень рады, что всегда инициатива студентов и инициатива Координационного совета поддерживаются администрацией университета, ректором университета. И тем самым мы показываем не только позицию студенчества, но и позицию нашего университетского сообщества в целом. Сочувствие всем этим жертвам, потому что действительно такая трагедия, столько детей, столько невинных жертв, и я считаю, что такое не должно повторяться никогда. Акция посвящена 12-летию величайшей трагедии в Беслане. Мы собрались здесь почтить память всех умерших, которые отдали свою жизнь за то, чтобы большинство людей спаслись. Чтобы не забывалось это и не повторялось, чтобы люди не повторяли тех же ошибок. Акция одновременно началась по всей стране ровно в 13.05, в момент, когда начался штурм, захваченный террористами школы. Событие призвано объединить неравнодушных людей и тем самым стать барьером, препятствующим распространению идей терроризма. Бесчеловечный акт 12-летней давности тронул сердца не только жителей Беслана, но и людей по всему миру. Тогда в результате атаки погибло 334 человека, в том числе 186 детей. Я хочу сказать вам огромные слова благодарности и пожелать вам всем удачи и здоровья, чтобы никогда никто из здесь присутствующих, да и из наших близких не попадал в такие ситуации. Чтобы всегда над нашей страной было только солнце, когда мы в ней нуждаемся. И был дождь, говорящий о плодородии и о богатстве. Беда прошлась не только по родне. Она во всех домах открыла двери. Она прошлась по всей земле. В память о жертвах Бесланской трагедии в небо запустили красные шары, выражающие горечь и скорбь, боли, которые испытали семьи жертв акта терроризма и все мы. Вслед за ними отправилось тысяча белых шаров, как символ мира, чистоты и вечности. Диана Авакян, Ленарда Влетьяров, Руслан Урозаев, Роман Самарин, Универньюс. Что интересного рассказывает нам всемирная паутина сегодня, давайте узнаем в нашей традиционной рубрике Вебньюс. КФУ предоставил экспонаты для выставки, посвященной Александру Сергеевичу Пушкину. Выставка откроется в Казанском музее Боротынского. Ученые Елабужского института КФУ приняли участие во Всемирной конференции социологов. В этом году в работе конференции приняли участие более 6 тысяч членов ассоциации со всех уголков мира. В Казанском государственном энергетическом университете развернулся экспериментальный полигон «Теплый университет». Теперь студенты смогут проводить эксперименты и решать задачи по ликвидации аварий в системе теплоснабжения. В текущем учебном году в 16 школах Казани ввели обучение гольфу. Решение ввести обучение принимали сами школы. В них есть дети и родители, которые поддержали такие занятия. В Казани выбирают эскиз памятника супружеской любви и верности. Победители конкурса получат 100 тысяч рублей. Зачем бояться атомной ядерной энергии? Ведь намного лучше использовать ее во благо университета. Как это сделать? Расскажем далее. 3 сентября в КФУ открылась сателлитная молодежная школа «Современная ядерная физика» и «Ядерная медицина». Школу ожидают два усердных дня в рамках работы Международного симпозиума по физике экзотических состояний ядер «Экзон-2016», который пройдет в стенах Казанского университета. В работе школы принимают участие около 80 молодых ученых, студентов, аспирантов и заинтересованных преподавателей. Во-первых, любому здравомыслящему человеку, не слишком сильно политизированному, понятно, что сегодня без ядерных технологий не может развиваться ни одна область современного естествознания. Здесь широкий спектр от изучения самой материи, структуры материи, до изучения самого венца, скажем, того материального мира, который есть, это человеческий мозг. С лекциями на молодежной школе выступили ведущие ученые Объединенного института ядерных исследований. Их лекции стали действительно уникальными для будущих физиков. Гости Кафуни отрицают, что всегда готовы вновь и вновь баловать студентов новыми знаниями. Казанский университет – известный ВУЗ, очень хорошо известный ВУЗ, высокой репутацией, с высоким авторитетом. У нас, к сожалению, в Дубне пока не так много научных связей с Казанским университетом, но надеюсь, что с нашим визитом это получит просто новый, вот наши отношения просто получат новый импульс. И мы с удовольствием будем ждать студентов Казанского университета в Дубну, в магистратуру, в аспирантуру. И с удовольствием будем их учить, образовывать, давать им совершенно бесценный, замечательный опыт, работая на наших уникальных установках в Дубне. В планах у Казанского университета совместно с Объединенным институтом ядерных исследований остается открытие магистратуры по ядерной физике. А значит, совсем скоро физики КФУ направят полученные знания в нужное русло. Авеля Мухаммедовична, Ленарда Влетьяров, Универньюз. Учебный год начался. Отзвучали поздравления с поступлением в Казанский федеральный. Для всех первокурсников начались презентации студенческих советов. Мы узнали, какие возможности предлагает студентам Институт международных отношений, истории и востоковедения. За годы студенчества нужно успеть очень многое. Получить диплом, завести друзей, раскрыть таланты и найти себя как личность. В Институте международных отношений, истории и востоковедения для этого созданы все условия. О них первокурсникам подробно рассказали на презентации студенческого совета. Если студент хочет не только получить качественное образование, не только стать высококвалифицированным, дипломированным специалистом, но и найти себя в этой жизни, тогда он сделал правильный выбор, поступив в Институт международных отношений, истории и востоковедения. Проявить себя можно разными способами. Каждый найдет здесь то, к чему лежит душа. Сотсовет работает в нескольких направлениях. Профсоюз, культура и творчество, спорт, наука, социальная деятельность и информационное освещение событий. Правком занимается внеучебной частью деятельности, организует мероприятия, творческие, социальные, информационные. И, конечно же, Правком дает социальную поддержку. Это социальное питание, талоны, вкусные конфетики, ну и компенсации за проезд и, конечно же, путевку в санаторий-профилактория. В нашем институте работает спортивное направление. Ребята, которые хотят заниматься спортом и развиваться в этой деятельности, могут заполнить анкету в группе Института спортов и МАИП. В дальнейшем они тренируются в сборных командах наших институтов, и у них есть возможность участвовать в спортакиадах первокурсников и на большой спортакиаде КФУ. Наши основные мероприятия – это конференции, форумы, круглые столы, дискуссионные площадки. Мы помогаем с написанием тезисов, мы устраиваем мастер-классы, встречи с знаменитыми людьми. Как раз у нас был дебютант Госдумы. Недавно приезжал. Также мы помогаем с выездом за границу, на стажировке, получении грантов. Мы освещаем мероприятия как институтского уровня, так и университетского. Все яркие события, которые происходят в КФУ и МАИП, мы обязательно освещаем. Организационные собрания направлений начнутся очень скоро. Водоворот событий студенческой жизни захватит желающих оказаться в центре внимания всего университета. Ксюша Цзен, Ленар Довальтьяров, Универньюз. Высокобальники ИГ не теряют вкус к учебе, и теперь каждому предстоит стать еще умнее. В чем же секрет? Давайте это выясним. 2 сентября в IT-парке состоялось очень важное событие для тех, кто планирует связать свою жизнь с программированием. Будущие айтишники были награждены заветными грантами на обучение в высшей школе информационных технологий и информационных систем при Казанском федеральном университете. Получить такую награду достаточно сложно. Ее удостоились лишь студенты с самыми высокими баллами ЕГЭ. Заместитель министра информатизации и связи Республики Татарстан и руководство высшей школы ИТИСКФУ искренне пожелали студентам получить от учебы большое удовольствие. И ни при каких обстоятельствах не менять специализацию. Ведь сегодняшняя реальность такова, что для квалифицированных IT-специалистов открыты все двери. Мы находимся с вами в республике, которая формируется как будущая клетневая долина Российской Федерации. И вы видите, здесь присутствует замминистра информатизации Татарстана, и вы видите, какую поддержку вы здесь получаете. Нам пора прекращать, как один мой хороший знакомый говорит, заниматься импортно-свещением, нам надо заниматься экспортно-нападением. Я верю в то, что каждый из вас способен создать технологию, которая обязательно будет использована за пределами Российской Федерации в нашей стране. Татарстан может похвастаться тем, что в республике нет конфликта между бизнесом и властью. Здесь все гораздо лучше, чем в других регионах. Об этом заявила известный российский общественный деятель и кандидат депутата Госдумы от партии Роста Ирина Хакамада. В Казани она встретилась с журналистами, предпринимателями и активной молодежью Татарстана. На встрече с политиком побывала наш корреспондент Анастасия Иванова. Ирина Хакамада, недавно вернувшаяся в политику после 12 лет перерыва, провела встречу с казанскими бизнесменами и активной молодежью города. Она выступила за стимулирование предпринимательства, развитие среднего класса и создание рабочих мест. Хакамада призвала бизнесменов общаться об экономике, так как сегодня этому вопросу, по ее мнению, почти не уделяется внимания. Сама же бизнес-тренер уверила, что не делает ставок на предстоящие выборы. На пресс-конференции политик отметил, что в Татарстане по умолчанию нет конфликта между бизнесом и властью. И что именно с Казани началось ее победное шествие с бизнес-тренингами по всей России. Когда после президентской кампании я ушла в паузу и ушла вообще из политики, я же была оппонентом президенту, пусть даже вменяемым, но достаточно конкретным оппонентом. Все регионы так перепугались. И когда мне предложили читать тренинги, бизнес-тренинги, вы знаете, кто первый меня пригласил? Казань. В завершении встречи Хакамада ответила на вопросы слушателей и дала на подствующий совет молодому поколению. Главное, по ее мнению, соответствует критериям современного глобального мира, много читать, смотреть классику кинематографа и, конечно, постоянно учиться. Анастасия Иванова, Руслан Урозаев, Универ Ньюс. На этом все. Оставайся в курсе самых интересных событий Кафуз, Универ Ньюс. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok